Всем привет! Вот решил поменять подшипники на стиральной машине LG. Она у нас с прямым приводом. И вспомнил одну интересную историю. Значит хочу рассказать по поводу ошибки LE. Бывает такая ситуация очень интересная. Кто знает ошибка LE часто связана на LG с прямым приводом то есть это идет как перегрузка мотора расшифровка в инструкции но в основном как бы вот LE это выходит из строя вот датчик оборотов датчик холла значит он получается с этой стороны бака у нас крепится статор на него крепится ротор между ними вот у нас как-то вот так стоит датчик оборотов да я не помню так или так там неважно в общем стоит прикол в чем короче вот идет проводка от двигателя да она идет вниз бака и вот так вот по баку она идет потом значит по верху и до модуля вот видел у людей ошибка LE возникла возникала не из-за того что был неисправен вот этот вот датчик холла а из-за того что у них просто вот перетерлась проводка вот конкретно в этом месте я не помню кто и ну то есть я не знаю кто им делал они сами делали меняли подшипники или им кто-то менял подшипники смысл в том что они говорит мы вот поменяли подшипники и после этого у них начало выдавать ошибка LE ну и вот будете знать что то есть она связана не только вот с датчиком оборотов а еще с тем что вот у них неправильно шла проводка и получается когда ротор крутился когда он крутился он тер по проводам в итоге он протер два провода ну просто стер с проводов изоляцию и они замыкали между собой из-за этого как бы вылазила вот ошибка LE ну в общем вот после этого своего рассказа я у них когда был да я это все дело заснял ну я тогда взял у меня с собой там термоусадки даже не было то есть я взял просто изолент и замотал эти провода ну положил их так как они должны были идти и после этого проблема ушла в общем сейчас я вставлю эту часть видео и вы посмотрите перетёртые провода возможная ошибка причина ошибки вот такая вот история по поводу ошибки LE на стиральных машинах LG ну по крайней мере в ютубе я вот видел очень много роликов проблема именно вот этот датчик да а там оказалось что вообще не датчик то есть датчик рабочий оказалась проблема в том что просто провод перетёрся в общем кому было полезно ставьте лайк подписывайтесь на канал не забывайте колокольчик нажать и до новых встреч